Что произошло 2000 лет назад? Как сейчас там, да? Два года, да? Возможно, там что-то не сходится, какие-то там... Ну, неважно, да? 2000 лет назад и родился Иисус Христос, да? Ну, вот основной смысл этого события именно то, что Бог воплотился, да? Бог реализовал свой вечный замысел, да? Мы из Библии узнаем, что, да? Иисус Христос – это агнец, закланный до создания мира. У нас бывают вопросы, почему Бог позволил Адаму съесть этот плод, почему же вот так вот все? Но Бог благ, и Он нечто даже лучшее, чем для Адама предусмотрел для нас. И сегодня вот мы чуть-чуть с Любой говорили, я прям почувствовал в ее словах вот эту важную мысль, что Бог лучшее оставил на потом. Знаете, да? Это брак в Кане Галилейской, когда человек, который был распорядительным на пире, да, которому давали пробовать первым вино, которое Иисус из воды превратил, да, он был удивлен. Он говорит, все сначала лучшее вино вначале дают, а когда напьются, уже что угодно там пойдет. Он говорит, но ты лучшее вино сберег на последнее. Да, и вот, понимаете, и вот в этом Бог, и вот мы, те, кто живет вот в это последнее время сейчас, и Бог вот лучшее сберег именно для нас. Веришь в это? Принимай. Потому что это пророчески. Потому что вот Бог такой, Он хочет лучшего для нас, да, и Он хочет даже для каждого поколения дать что-то лучшее, чем было у предыдущего. Да, вот. Ведет Он таким образом. И мы, как бы вот, живя на этой земле, мы видим, да, что мы можем пользоваться многими вещами в своей жизни. Даже, да, у нас, вот недавно у нас у ребят погасло электричество на два дня. И все пришли в ужас. Просто холодно, и потом начались проблемы, не было электричества, это потянуло за собой, что замерзла вода, потом не стало воды, электричество дали, воды нету. Потом мы наладили воду, канализация замерзла. И вот, ну, как бы, одно за другим, и уже вот такая маленькая вещь, как канализация, уже отмежает жить им, знаете, вот. Надо в туалет на улицу идти, или в один, там, да, ждать, да, очереди, там, и так далее. И в душу уже не в доме надо идти, а в другом доме уже не хочется, и так далее. То есть, привыкли к комфорту, привыкли к цивилизации. И вот, ну, я верю, что этот план Божий, что он ведет человечество, людей к тому, чтобы нам всем было хорошо, и удобно, и приятно жить на этой земле. Аминь. И я лично, вот, из тех, которые я не верю в полное уничтожение там, человечества, что Бог хочет именно этого. Да, существуют разные версии, что вот Бог, он хочет, он так расстраивается тем, что вот люди, они не знают его, грешат, и он их прямо вот так злится, там сидит на небе и прямо вот сжечь их хочет, но терпит пока, терпит, удерживается, да. Я немножко по-другому это понимаю, осознаю, что Бог наоборот, ну, как бы, хочет привести человечество к хорошей жизни, вот, и приведет. И многие моменты, они, как бы, метафорически, да, вся земля и все дела на ней сгорят, да, и, ну, Библия говорит, что будет новое небо и новая земля, да, то есть будет некое обновление, да, и даже вот это вот то, что сгорят, и люди будут, как бы, гореть, это даже больше для меня, как бы, о внутреннем состоянии человека, что они будут сгорать, вот, в своих похотях, в своих желаниях, в своем пути, не туда. И все вот это, оно сгорит. Все, что борется с Богом, все, что не подчиняется Богу, все, что, вот, нелогично, не, вот, ну, да, и какие-то потрясения, соответственно, они будут, да, как-то вот, все, что написано там в книге Откровения, оно будет или происходит уже, вот, я говорю, я однажды вам эту проповедь говорил, про план Божий, да, и я однажды вот в книге Даниила увидел, как бы, короткий, ну, там, сон был у Даниила, если кто-то помнит, про зверей, и там был один зверь, второй зверь, и вот они были разные, там выходили все, и потом у него была интерпретация, да, он спросил, что это значит, ему сказали, и там, помните, вот четвертый зверь, там был вот, ужасно, долго его написывался, то есть, сон был вот такой длинный, про каждого зверя, и он попросил истолкования, и истолкование было вот такой коротенький, один стих, который ему сказали, будет четыре царства, после этого царством завладеют святые, которые будут править на земле, во веки, веков, скажи, аминь, знаете, вот Бог, вот, я верю, что Бог, вот это план Божий, знаете, вот это план Божий, что у него нет желания уничтожить землю, у него нет желания обновить землю, чтобы человечество прошло свой процесс, познание Бога, и, да, и уже вот те, кто знают Бога, они будут и управлять землей, и править на земле, и пользоваться землей, и жить в благословении, вот, поэтому для меня я верю так, вот, пока меня никто не убедил в обратном, ну, и я знаю, что им будет не так легко меня убедить, вот, но все, как бы, сам вот этот ключ благословения, да, чтобы вот это произошло, все, это было заложено две тысячи лет назад, да, вот в этом именно приходе нашего Спасителя Иисуса Христа, в том, что Бог начал вот этот план воплощать в жизнь, вот, и как бы в целом этот план будет закончен именно его церковью, то есть все было именно для чего, вот, если помнят, кто этот стих, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, то есть вот план Божий заключается в том, что Иисус Христос первый, единственный Сын Божий, который есть сам Бог, пришел и Ему подчинялось все, все, что было на земле, оно все Ему подчинялось, да, кроме там воли человеческой, ну вот, то есть мы видим, он ветер, ветер останавливал, больных исцелял, мертвых воскрешал, давал зрение слепому от рождения, да, то есть не было чего-то, чтобы ему не подчинялось, да, и потом, когда он умер и воскрес, он даже сказал ученикам, все, дана мне власть на небе и на земле, все, да, мне дана вся власть, все, вот он это все совершил, да, и он восседает на престоле славы, да, и сейчас вот именно время церкви здесь на земле, да, то есть вот он стал первородным между многими братьями, то есть он стал вот этим первенцем, но для того, чтобы поднять таких же, понимаете, не маленьких таких же, но таких же, таких же, понимаете, вот, и это дело церкви, да, то есть доколе все не придем в единство веры мужа зрелого в меру полного возраста Христа, да, вот он наш план, да, вот он план Божий, да, вот так вот в трех словах, и на самом деле, вот, ну, почему я об этом говорю, потому что я считаю, это очень важно знать именно план Божий, общий план Божий, для земли, для людей, для тебя, чтобы быть общим, да, потому что, ну, наша жизнь, она нас все равно в суету погружает, будь ты верующий, будь ты неверующий, да, ты больше озадачил собственной какой-то реализации, собственными какими-то проблемами, да, и тебе может показаться, да, какая мне разница до этого Божьего общего плана, да, мне бы свои проблемы здесь решить, мне бы вот исцелиться, мне бы тут заработать, мне бы жениться, мне бы, мне бы, в небо, да, но, вот именно благодаря тому, что если мы будем правильно знать Божий план, правильно вот ориентироваться в общей картине, да, вот этого вот замысла Божьего, то все остальное, оно будет, ну, действительно, быстрее и лучше реализовываться в нашей жизни, вот это вот то, что наше, да, если мы будем знать общее, да, потому что Иисус однажды сказал, прежде всего заботься о Царстве Божьем, да, ищите Царство Божье в первую очередь и право на его, и остальное все приложится, аминь, вот, понимаете, вот такое обитание, то есть он тебе как бы говорит, ты вот заботься об общем, ты понимай общее, целое, да, вот, мой замысел, его замысел, да, и что этот замысел для нас значит, и я считаю, что это очень важно, вот, ну, понимать этот план, что, потому что, да, вот, в нас заложены эти картинки, ну, они, я бы не сказал, что они плохие, вот, религиозные такие, да, что, сколько человечества оно жило, прямо вот, с этим ощущением, там, конца света, да, в 666 году, там, да, в 1666, в 1999, перевернутые шестерки у нас были, да, потом 2000 вообще, да, потом 2012, да, и так далее, да, и мы вот, что-то с датами, что-то с числами, там, да, и вот все ждем какого-то конца света, а конец света не наступает, а вообще, где сказано, что будет конец света, непонятно, да, потому что Бог есть свет, и вообще как можно, чтобы свету пришел конец, да, то есть, мы наоборот знаем, что свет светит во тьме, и тьма его не объяла, да, и, понимаете, вот, и здесь именно суть Бога, для того, чтобы тебе понять, что, скорее всего, будет именно так, что, знаете, вот, он тогда не Бог, то есть, если у него что-то, что он задумал, или он, вот, он создал землю, он сказал, что она хороша, помните, он все время говорил, он создавал шесть дней, да, и он себе говорил, хорошо, 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 потом создал человека весьма хорошо, да, и вот это вот он все, все творил, и тут вдруг, вот, из-за того, что человек, он во грехе, стал жить, и не подчинился этому, да, Богу, Божьей воле, он взял так просто, как бумажку, все возьмет, скомкает, в гурму выбросит, да, не получился, в нервозе, не может быть такого, потому, ну, как бы, потому что Бог, он, ну, вот, это, это тот, кто изначально уже знал, что будет успех, понимаете, вот он не планировал поражения, никакое, поэтому, вот, агн, заклонный до создания мира, это уже, вот, ну, это его извечный замысел, его извечный план, для того, чтобы, вот, людей привести, к себе, по-настоящему, с свободой воли, со свободой от греха, да, и в любви, понимаете, то есть, вот, ну, вот в этих всех моментах, не просто как зомби, да, что, нету шансов его не слушаться, но вот, поэтому мы должны были познать это отчуждение от него, да, все мы его знаем, все мы его, как бы, имеем, живя здесь на земле, да, вот это, когда мы находимся от него далеко, находимся в противлении, знаем, что это такое, вот, мы благодаря Существу Христу, мы все равно обретаем этот мир с Богом, и нам открывается уже, да, кто такой Бог, и что он хочет сделать, вот, поэтому, очень важно понимать, когда мы о Рождестве говорим, да, и вообще, вот этот праздник отмечаем, что этот праздник не касается день рождения вот какой-то личности, да, Иисуса Христа, и мы его день рождения отмечаем, мы в целом размышляем о том, что это наше настоящее возрождение, понимаете, Бог воплотился для того, чтобы мы родились духовно, для того, чтобы мы родились заново, для того, чтобы мы родились для отношений с Богом, для любви, для всего того, что у Него есть, понимаете, вот этот смысл мы должны вкладывать в этот праздник, в это размышление, понимаете, потому что вот, потому что это именно это и несет, что это настолько важное событие, настолько ценное событие, да, что Бог пришел для того, чтобы спасти, сам Бог явился, и каким образом Он это все сделал, да, прожил вот эту человеческую жизнь, в обычном, да, теле, в то время, в среднестатистического человека, да, обычного человека, не у кого-то там в среде царей Он родился, да, где были получше бы для Него условия, но Он вот у обычных людей родился, в хлеву родился, не нашлось места для Него в гостинице, да, то есть как бы вот там мы, вот, да, вот рождается Иисус, в таких условиях, как там много всего этого, да, такого жизненного и настоящего, аминь или нет, вот нашего такого, да, где вот нам тоже не повезло, не хватило, не успел, а мне бы там вот у того так, а у нас не так, а если было бы вот так, понимаете, вот Иисус Христос, Он прожил именно такую жизнь тоже, да, что места не хватило, представляете, как это не хватило места для того, чтобы Бог родился, и был вот запасной такой вариант, в хлеву, в корзинке положили, вот, ну, Бог нам говорит, да, что не мудрых избрал, не знатных, не каких-либо, да, вот вас, нас, понимаете, обычных людей, обычных людей, ну, с Оксаной дискутируем иногда, и она, там, начинает переживать, что, ты ко мне, вот, типа, требования, какие-то духовные, предъявляешь, ну, как бы, хотя, ну, ничего, просто обычный какой-то разговор, «Я же обычный человек», и она так, я говорю, вот именно поэтому, ну, и там, я говорю, «Ты же на пасторе, да?» «Да я обычный человек», я говорю, «Ну, именно поэтому, именно поэтому, поэтому вот, ну, понимаете, про что я говорю, да, что нас иногда пугают какие-то позиции, какие-то что-то на нас возложено там, или как-то, ответственность какая-то, да, а мы всего лишь обычные люди, но вот приход Иисуса Христа, он именно к обычным людям, ради обычных людей, ради вот таких простых обычных людей, хотя и к знатным тоже, да, из-за того, что они знатные, их нельзя скидывать, да, куда-то там, в другое качество, но Библия говорит, трудно богатому войти в Царство Божие, вот, поэтому размышляйте об этом, размышляйте вот в это праздничное время, время у нас, знаю, прям, у нас две недели Рождество идет, да, то есть от 25 декабря мы начали и 7 января, то мы попадаем в этот период просто Рождества, все поздравляют друг друга с Рождеством, и как я уже говорил, не так важно сам день, да, важно событие, важна сама мысль, что это для тебя значит, как это тебя касается, и давайте я, я вот сегодня хочу поговорить о вере, мы последние дни размышляли, ну последние несколько собраний, до этого мы размышляли о спасении, помните? мы как бы выявили, что это некий комплекс определенных моментов, да, которые касаются и жизни вне тела, да, в вечной жизни потом, да, и что это очень сильно касается именно этой жизни нашей, да, что мы преображаемся, да, и что мы вот сейчас спасены, да, что это касается больше мышления нашего, да, и вот римлянам 10 глава Павел нам дает определение, да, как бы спасенного человека, да, принявшего Иисуса Христа, давайте откроем мы римлянам 10 главу, мы как бы вот, ну это как некая формула, да, которую мы должны знать, вот я с пятого стиха прочитаю, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им, да, то есть вот это, о чем говорят, да, что вот сначала был дан закон, то есть даны были правила, да, дана была вот эта воля Божья написана, написанная на скрижале в 10 заповедей, ну, как бы, не знаю, не буду сейчас я их перечислять, потому что в правильном порядке наверное не смогу наизусть перечислять, ну помните, да, не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай день субботний, почитай от Саймать, непроизноси имя Господа Бога твоего напрасно, да, то есть вот, ну, вот то, что вошло, да, и потом этот закон, он расширился, по-моему, там этих заповедей уже появилось 600 там с чем-то, что ли, только написанных, да, а не написанных там еще больше, потому что была еще устная Тора, да, то есть вот, да, и это было отражением того, как бы вот, как бы вот Бог приблизился к людям, да, вывел их из Египта, сказал, вот мой народ будет, да, он выбрал себе народ Израиля, и он им дал закон, да, то есть мы это так вот, ну, называем вот именно закон, так немножко жестковато, но закон это что-то духовное, то есть он им дал, грубо говоря, вот принципы жизни, да, как нужно жить перед ним, принципы, да, то есть вот, что нужно, да, для того, чтобы у тебя было благословение Божье, да, чтобы вот действительно Бог был тобой доволен, и у тебя все было в жизни хорошо, да, и вот тут написано, что Моисей пишет о праведности от закона исполнившей его, человек жив будет им, да, то есть вот ты живешь этим, все исполняешь, и ты этим живешь, все, слава Богу, да, и мы иногда так же христианство применяем, похоже, знаете, и у нас тоже, как бы, да, как бы говорят, ну, закон, он нужен тоже, да, почему, потому что он где-то водитель ко Христу, да, мы говорим, вот надо так, надо так, надо так, ну, дальше читаем шестой стих, а праведность от веры так говорит, не говори в сердце твое, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести, но что говорит Писание, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует спасение, да, ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится, 13 стих, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, вот, и мы берем эту формулу сейчас, да, что вот оно, формула спасения, что сердцем верует в праведности и устами исповедует спасение, и последнее время мы больше говорили про исповедание устами, да, и мы как бы это практикуем в церкви, да, и действительно, ну, оно работает, да, но есть здесь второй момент такой, важный очень, ибо если устами твои, так, сейчас, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует ко спасению. Я хотел бы сегодня вот эту вторую, второй ингредиент этой формулы поразмышлять о нем, вот эта вот сердечная вера, сердцем верует в праведность, что это, как быть уверенным, веришь ты действительно вот так, как здесь сказано, или не веришь, когда ты слышишь это, у тебя возникает вопрос, а ты точно веришь, что ты вот так веришь, как надо верить, или нет, потому что так вот здесь и говорится, что сердцем веруют, знаете, вот это что-то внутреннее, что снаружи оно трудно как-либо это ощутить, трудно ли бы как это осознать, я больше я про себя скажу, что когда я это читаю, у меня всегда какая-то лампочка загорается, а я-то точно верю вообще, а я-то точно верю, что вот, ну, вот знаете, один ученик Иисуса Христа, Иоанн, когда он уверовал, кто знает, кто в Библию внимательно читал, вот евангелист Иоанн, человек, который ходил за Иисусом везде, который на вечере лежал на его груди, да, который был во всех моментах, куда Иисус брал своих трех любимых учеников, да, знаете, да, что Иисусу было три ближних-ближних учеников, Петр, Иаков и Иоанн, и вот он их троих там иногда отделял и взял с собой Петра и Аквана, и в Гефсиманию взял их троих, и на гору преображения взял их троих, да, и вот этот вот Иоанн, который был везде, лежал на груди у Иисуса, а уверовал он тогда? Библия так пишет, потому что он сам в своем Евангелии это написал. Когда Иисус был распят, его положили, помните, да, во гробе, и потом вот он воскресает, приходит Мария и говорит им об этом, и ученикам, и они побежали смотреть, помните или нет? Петр и Иоанн, они побежали вдвоем, причем Иоанн был помоложе, он обогнал Петра, там написано, что он подбежал к этой гробнице, но заходить не стал, дождался Петра, Петр зашел, они вместе зашли, и там написано Иоанну веру. Знаете, вот можно прямо вот это место спокойно найти, вот я сейчас его рассказал. Я надеюсь, что это... Это 20 глава Евангелия от Иоанна, с 4 стиха я прочитаю. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее, это вот другой, он говорит про себя, сам апостол Иоанн, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел как к гробу первую, и наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в агроб. Вслед за ним приходит всему Петр и входит в агроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежний пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Вот что произошло? Почему вот так он написал? Во что он уверовал? Он же верил, они даже исповедовали Иисуса Христа, Петр исповедовал, они верили в него, Господом его называли. Ну вот, что-то такое внутреннее, сердечное, какая-то вот штука произошла в его сердце. Когда вот он зашел в эту гробницу, да, вот он, мы видим, да, вот он, когда прибежал еще, дверь открыта, ничего не говорит про то, что он в этот момент уверовал. То есть вот они, гробница открыта, заходить не стал. Петр прибежал, вроде постарше, зашел, и потом этот тоже за ним зашел, и вот что-то происходит там, тайное такое, в сердце, где он сказал уверовал, да, вот в этот вот момент, момент такой, да, вот, что, что произошло? И Библия нам говорит, да, вот мы сейчас Петра читаем, у Петра Павла, да, римлянам 10-ю главу, что если сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил, да, и он нам вот именно это говорит, да, что Бог воскресил Христа из мертвых, то спасешься, да, то есть если исповедуешь Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. То есть вот очень-очень важный ингредиент вот этого вот, действительно ли веруешь ли ты сердце? Потому что вот это вот воскресение, верить в воскресение из мертвых, что Бог воскресил Христа из мертвых, это не просто информация такая, да, в которую мы верим, что это для Него. Знаете, как вот это должно отзываться в твоем сердце, что это касается тебя. Потому что, ну, да, Его Он воскресил, вроде как нетрудно верить, да, правильно или нет? Ну, как-то вот когда оно там далеко было, ну, почему нет? Ну, я в это верю. Но это немножко другое. Вот это откровение веровать во Христа, что Бог воскресил его из мертвых, оно касается тебя лично. Что Павел, ну, много раз у нас есть такие цитаты, что воскресивший Его из мертвых воскресит и наши смертные дела Духом Свои, если мы верим в это. Понимаете? То есть, вот это вот, это немножко, ну, другое, да, что это не просто, говорю, Его касается какого-то там персонажа исторического. Ну, воскрес из мертвых. Ну, мне-то что? Тебя это напрямую касается. Напрямую. По идее, вот эта информация, она касается напрямую. Потому что это вот дает тебе именно вот эту надежду, что ты спасен, что это было сделано для тебя, и Он не просто умер, но Он и воскрес. А соответственно, принимая все вот это, и я буду жить вечно. И я буду, как бы вот Он все это сделал для меня, это касается меня, ну, я принимаю это. И вот я говорю, что как-то размышляя над всем этим, я пытаюсь размышлять над вот этой невидимой составляющей веры, да, вот, верой, верой сердечной. Помните, как Иисус вообще, да, Он на веру очень сильно внимание обращал. Его касалась именно вера всегда. Помните, Он говорил, вера твоя спасла тебя. Прикоснулись к Нему, потому что прикоснулась к Нему женщина вот этой верой своей, да, и получил исцеление тут же, да, даже вот без участия самого Иисуса в этой ситуации, да, написано пробралась через толпу, положила в своем сердце, что если прикоснется, то исцелится. И исцелился. И Иисус говорит, стоять, сила вышла из Меня, Ему говорит, кто-то Меня прикоснулся, вернее, Он говорит сначала, стоять, кто-то Меня прикоснулся, и говорит, слушай, тут толпа вообще-то, тебя все касаются, нет. Кто-то прикоснулся с меня, с верой, потому что из Меня вышла сила, и тогда трясущаяся женщина от страха, да, что она не имела права там находиться, потому что у нее было это коротечение, она считалась нечистой, ее за это могли побить камнями, но вот, ее вера, она была сильнее этого страха, и она прикоснулась и уже получила свое исцеление, да, потому что оно ей нужно было очень сильно. И Иисус ей говорит, иди, вера твоя тебя спасла. Она выбрала правильный объект веры. И это тоже очень важно. Мы все немного ранены жизнью, да, мы верили в разные вещи, пытались верить, да, потому что, ну, это такой принцип, он, в принципе, распространяется даже в человечестве, между людьми, если ты очень сильно что-то захочешь, очень сильно во что-то поверишь, то будет. Но это взято чуть-чуть у христиан, правильно? Правильный принцип с правильным объектом веры, а мы его взяли, убрали объект веры, да, самого Иисуса Христа и оставили только принцип. И поэтому много людей, они как бы разочаровываются в своей жизни, что у них не получается, и они уже не верят, да. Но Иисус Христос вчера-сегодня во Веке том. Аминь. Поэтому вот этот вот ингредиент веры, сердечный, для меня самое короткое исповедание веры, знаете, какое? Ей. Помните таких людей? Ей. Было два слепых, и они кричали, и Иисус говорит, что хотите от меня? И говорит, видеть хотим. Он говорит, верите, что могу сделать, зрячка? Что они говорят? Ей, Господи. Ну у нас вот, я не знаю, я хочу пойти там в греческий посмотреть, как это наверняка там просто, наверное, да, какой-то стоит, да, но вот у нас в синодальном так красиво это описано, что такое Ей. И у меня всегда был такой вопрос, вот, что они чувствовали, вот этот вот ей, они такие, что вы, где у них вера? И он им еще так сказал после этого, ну по вере вашей это будет вам. Можно было расстроиться, ну как всегда, все. Все на меня взвалили, все ответственность на меня и так далее. Но, знаете, это Иисус, да, и он имеет право так сказать. И у них сработало еще самое интересное, вот это вот ихнее ей, Господи, да. И я вот пытался увидеть там веру, и я не могу ее увидеть своими человеческими глазами. Но Библия мне говорит, что она там была. Библия говорит, что она там была, потому что с ними произошло это, знаете. Вот, поэтому я говорю, что я сегодня, вот, хочу говорить об этом невидимом ингредиенте и хочу рассмотреть двух людей. Давайте откроем Евангелие от Луки. И это действительно касается Рождества. Первый человек это Захария, второй человек это Мария, Мать Иисуса. Моя цель сегодняшняя, вот, именно поразмышлять над невидимой верой, над сердечной верой. Для того, чтобы, вот, ну для чего это? Для того, чтобы действительно мы провели какой-то некий вот такой внутренний анализ, или позволили Богу провести внутренний анализ, да. Чтобы, во всяком случае, если мы ее прям не ощущаем, мы хотели ее ощущать. Мы дали себе право на то, что мы имеем право ее ощущать. Что мы имеем право на то, что вот это вот невидимое и, как бы, человеком неуправляемое, оно нам может принадлежать. Просто от Бога. Просто потому что, ну, понимаете, да, потому что это действительно вот Богом как-то дается верить или не верить. Понимаете? Вот это только действительно зависит от Него. Наше желание, чтобы мы этого хотели. Ну, наша часть, чтобы мы этого желали и хотели. Именно это я вижу вот в этих слепых, которые говорят ей, Господи. Они просто принимают вот это решение верить. Они говорят, если бы они там дольше паузу выдержали, да, верите, что могу сделать вас зрячим? Ну, можно было бы вот так сделать. Но они говорят, верим. Они говорят, верим и пауза. А он еще говорит, ну, поверь ваше, да будет вам. И вот опять пауза. Как оно придет? Придет оно или не придет, да? Но поэтому Евангелие все-таки и Евангелие, да, что там все пришло. Подзрение пришло, благословение пришло, жизнь пришла. Вот. И это все от Бога. И я, ну, просто хочу вдохновить вас, да, что вы имеете на это право в Иисусе Христе. Верите. И вы можете верить. Верьте просто. Итак, два человека у нас. Захария, это отец Иоанна Крестителя, и Мария, Мать Иисуса. К ним как бы им приходит ангел, помните, да? И вот там разница была в чем? Что один не поверил, а другая поверила. Да, вот. Причем, по-моему, там ангел один и тот же был. Гавриил, да, по-моему, и там, и там. Вот, да, то есть, давайте мы с 11 стиха, 1 глава Евангелия от Луки. Вот, кто был Захария? Захария был священник. На тот момент, я так понимаю, первого священника. То есть, это был очень серьезная личность духовная. Не просто какой-то один из, но вот именно тот, который имел право входить во святилище, да, вот в святой святых. И именно там и раздавались эти, да, как бы, ну, как бы, ну, если где и получать откровения, если где и встречаться с ангелом, так это там, да? И вот этот человек, вот, живет, грубо говоря, всю свою жизнь и служит ради этого момента. Да, он проповедует другим, наверное. Он, то есть, ну, как бы, то, что с ним произошло, по идее, ну, как бы, для него не должно было быть чем-то сильно удивительным. И вот тут написано с 11 стиха. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и ничешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от шрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоримым образ мыслей правильникам, дабы представить Господу народ приготовленный. И Захарий сказал ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, послан говорить с тобой и благовестить тебе сие, и вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Да, вот происходит такая ситуация, ангел, первосвященник, духовный человек, праведный человек по закону, потому что Писание тоже про них засвидетельствует, что он был праведен со своей женой, они были в преклонных годах, у них не было детей. И помните, Евангел ему здесь говорит, слышна молитва твоя. То есть у него была определенная молитва, когда он просил детей у Бога. Бог, ну почему, ну почему, ну почему. Ну дай, ну дай, ну дай. Да? Ну как его. И вот приходит ангел и говорит, твоя молитва услышана. Ты получишь сына до такого сына, который будет вообще всем сынам на загляденье, да? Будет вот то, что мы прочитали, да? Радость тебе и так далее. И вот Захария всего лишь ему отвечает. Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя вреда в преклонах. И мы вот можем подумать, что вот оно не веря, оно вот в этом вопросе, ну как это будет, почему это будет, как я это узнаю. И я вам сейчас хочу показать другую историю с Марией. Это двадцать седьмой стих. К деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария, ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатно, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его, и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над народом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Я немножко дальше прочитаю. Встав же, Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, заиграл надеясь во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл наденец радостного чрева моего, и блаженно уверовавший, потому что свершится сказанное ей от Господа. Аминь. И вот мы видим две ситуации, двух людей. Один Захария, один Мария. У меня всегда был какой-то вот не до конца как-то вот отвеченный внутри меня вопрос, когда я размышлял на них. Вот что такого сделал Захария, когда спросил, как это будет? Мы старые. И ангел вдруг просто рассердился на него и говорит, ты не поверил, за это будешь молчать. И Мария, которая тоже спросила, как это будет? Я мужа не знаю. И про нее мы слышим другое свидетельство. Блаженно уверовавший. Вот. Что это? Сердечная вера. Которую знает только Бог один. Которую знает только один Бог. И вот по-другому здесь как бы не разберешься. Ну и вот из этих, сравнивая вот эти вот два момента, мы можем сделать какие-то определенные выводы. То есть, что такое верить? Если мы возьмем и разберем только Захарию, например, да, и не будем вот Марию, да, параллельно рассматривать, мы можем сделать ошибочные выводы и скажем, что он засомневался. Зачем он спросил, почему я, ну как бы, как я, как это будет? Я старый. Мы с женой стали, что как будто бы вот неверие – это отказ верить в сверхъестественное. Как будто вот наличие твоих вопросов, а как это будет, как Бог это сделает, говорит о неверии. Ну это не говорит о неверии, в том-то и дело. Понимаете, что видя это, Мария у нее тоже говорит, а как это будет, это нормально для человека задавать Богу вопросы, задавать как бы внутри себя вопросы, а как это будет? И это не говорит о том, что не верит, скажи о мне. Вот, поэтому, ну как бы, я немножко вот это вот развязываю. Если у тебя есть вопросы, если ты не понимаешь, как это будет, это еще не говорит о том, что ты не веришь. Понимаете? Для меня больше важно, как ты их задаешь. Я бы здесь, так бы сказал, интонация внутренняя. Знаете, вот внутренняя интонация. Какая у тебя внутренняя интонация? Когда ты слышишь что-то в свою жизнь, пророчество какое-то, благословение, тебе Бог что-то обещает. И вот так как можно по-разному задать вопрос. Ну и как это будет? Да? Или а как это будет? Вот она, да? Вот он, такой невидимый ингредиент. Знаете, я еще раз, так вот, я знаю Писание чуть-чуть, да? Я вспоминаю одного, одну историю с Павлом, который проповедовал, я не помню в каком городе. Вот он проповедовал Евангелие. И там был человек, я не помню, то ли с иссохшей рукой, то ли еще там с чем-то, вот, то ли хромой. И там так написано, что и Павел увидел веру этого человека для того, чтобы этот человек принял исцеление. И он сказал ему, подойди. И тот человек исцелился, да? И вот Писание говорит, Павел увидел веру. Как думаете, как выглядела вера? Ну, я когда-то вот думал, что вот она выглядела вот так. Да? То есть, да, вот какой-то вот интерес, какой-то неподдельный интерес, неподдельное вдохновение человека, да, что вот человек, он вот так или вот так, да? И вот я думаю, что было что-то похожее, знаете? И вот здесь также, вы представите, вот кто такой Захарий вообще? Это даже не епископ. Представьте, да? Это вот, ну, грубо говоря, минимум начальство еще епископа, да? Это тот человек, у которого вера уж точно должна была быть, правильно? У него должны быть целые сумки веры, вагоны веры. Он многим говорил про веру. Но вот раз и оказалось, что у него вот в этом моменте не было веры. Я говорю, я когда о нем думаю, вы понимаете, что, опять же, то есть, да, статус, время, да, вот вот эту вот духовность, оно не гарантирует наличие веры? Не гарантирует? Потом этот человек очень хорошо знал Писание. Правильно или нет? Наизусть знаю. И первой для него, как бы, основание положиться, это был Авраам. Правильно или нет? Отец веры Авраам, у которого не было детей до старости, которому пришел Бог и дал детей. Ведь разве это не основание для того, чтобы верить? Он знал Писание, он знал, что Авраам был, они знали, что у Авраама вот так вот произошло, и по идее, ну, как бы, когда ему ангел это все говорил, первое, что у него ассоциация должна была возникнуть, вау, как у Авраама. Правильно или нет? Мы действительно так учимся думать, правильно или нет? Вот, ну, в принципе, то есть мы знаем Библию, да, тоже многие из нас, некоторые из нас, да, и для меня часто нет ничего приятнее и радостнее это видеть, когда со мной происходит так же, как происходит с персонажами из Библии. Вот как-то там сходится, где-то как с Давидом, где-то как еще с кем-то, и вот это вот вдохновляет, потому что я ищу вот этих вот параллельных мест своей жизни с жизнью праведников вот этих, да, которых Библия уже поставила на эти престолы, и, знаете, как будто бы в этом есть вот самый пик духовности, когда ты находишь себя таким же, как они. Ну, у вас так или нет? Вы понимаете, про что я говорю или нет? Мы себя сравниваем, мы себя спараллеливаем, мы на себя накладываем, и, в принципе, мы учимся так думать, и это правильно. Правильно. Для определенного мера. Ну, представьте, но даже это не гарантирует тебе, что ты в вере. Представляете? Даже это не гарантирует, что ты в вере. Вот Захария знал ситуацию с Авраамом, и он, как вот мы сегодня говорим, да, ты веришь в то, что Бог воскресил Христа из мертвых, и ты скажешь, ну, конечно, верю. 2000 лет назад там, а что такого-то? Ну, умер, воскрес, ну, так просто в это верю. Вот так же и для него было. Если с Авраамом это произошло тогда, ну, и со мной тогда произойдет, и как-то несложно в это верить. Ну, представьте, он не смог поверить. Вот не смог поверить, даже глядя на такую прямую, как бы, ситуацию. Поэтому я вот и говорю сегодня о вере, как о некой тайне такой, о неком что-то, что зависит больше от Бога, что-то, что больше вот... Хотя ангел обвинил в неверии самого Захария. Ты не поверил. За это будешь молчать. Все так оно складывалось, что он должен был поверить. И напротив, Мария, которая не была так духовно просвещена. Она не знала Писание настолько, насколько знал ее эти Писания Захария, да? Она была просто вот этой молодой девушкой, которой вот тоже вот пришел друг ангел и сказал. Ну, она была такая, знаете, вот размышляющая человек. Потому что еще как только ангел, да, обратился к ней, радуйся, да, благодатная, да, там, или как-то, я не помню, да, она стала сразу думать, что это за приветствие, почему ко мне вот так вот, да, то есть, она, ну, она любила тоже как бы размышлять о духовных вещах, она в них тоже понимала. Но перед ней стояла другая задача. Ей нужно было поверить совершенно в другое по уровню вот веры, да, по уровню принятия мыслей. Если Захарии нужно было поверить всего лишь в то, что уже происходило с кем-то, то Марии нужно было поверить в то, что еще ни с кем никогда не происходило. Но было написано в Писании. Сея Дева в очреве родит и зачнет. Писание у нее было. Но это Писание еще ни с кем не совершалось. И я здесь вижу какие-то, вот знаете, определенные пророческие вещи, которые я хочу именно вот для вас дать как для Церкви. Для каждого из вас и для нас всех вместе взятки. Потому что Мария для меня, она прообраз Церкви. Церкви, рождающей Христа. То есть, знаете, как, ну вот как мы, да. То есть, вся тварь с надеждой ожидает открытия, откровения Сынов Божьих, да. Вся тварь ожидает, вот это ожидает явления Христа, Сынов, да, и так далее. И мы, и все знают, что вот в последнее время должна восстать вот эта Церковь, невеста Божья, да, которая будет как бы им, самим, да, прям отражением Христа, да. То есть, на ком Христос придет и возьмет ее, да, вот будет этот брачный пир, да. То есть, эта Церковь должна стать подобной Ему. И вот эту Церковь тоже должна родить Церковь. Понимаете или нет? Духовная Церковь, да. Вот, духовные вещи, да. То есть, как бы, и Мария, она вот этот вот, ну, верующий человек, который рождает Христа, которому позволено в утробе своей иметь вот это ожидаемое всеми, да. Точно так же, как и мы, мы, как Церковь, если мы верим, да, вот, почему я вам изначально начал говорить про этот Божий план, да, что есть общий Божий план, что Бог его совершит. И совершит он его, ну, закончится это, завершение этого плана именно вот этим поднятием своей Церкви, поднятием своих людей, которые созреют в это вот мышление, в миру полного возраста Христа. И вопрос заключается в том, ну, когда это будет, в каком поколении это будет. Потому что то, что это будет, нам нетрудно верить. Точно так же, как всем нетрудно верить в что-то вот далекое. Говорят, что каждая женщина в Израиле вот в те времена, она как бы вот, они так жили с таким пониманием, что вот она может родить Христа. Или там, должна родить Христа. И вот Мария, она была такой девушкой, паровоз, который еще не ушел. Она еще была девственницей, да, то есть она вот уже готовилась к замужеству, но еще не вышла замуж. И вдруг вот в этот вот момент ангел приходит и говорит ей вот эти вещи пророческие, которые еще ни с кем не происходили, говорят, ты. И она поверила. Смотрите, она поверила, что вот таким образом, вот так же и мы, знаете, мы можем и должны поверить в то, что вот это откровение сынов Божьих, да, вот это становление церкви как невесты, да, за которой придет Христос в последнее время, оно относится к нам. Не к каким-то другим временам. Через 50 лет, может быть, через 100 лет, через 200 лет, не знаю. Вот, понимаете, правильно верить так. Это еще ни с кем не происходило на этой земле. Мы, ни у кого не было подобного опыта. Но мы можем в это верить. И вот мы можем стать такой церковью. Вы понимаете чуть-чуть о чем я говорю или нет? Мне не так просто, я знаю, что здесь есть, ну, как бы, люди поменьше, как бы, духовного возраста. Но, знаете, часто даже они, я вот хочу именно вам сказать, что вы можете быть именно как Мария. Вам не нужно думать, что, ну, я еще ничего не понимаю, ничего не знаю, зачем я и кто я, и почему мне вот это нужно слышать, и как меня это касается, и так чувствовать. Ведь, наверное, нужно, чтобы Бог пришел вот к ним, там, к епископам, им сказал, им открыл, их как бы повел. Бог через эти истории нам показывает, нет, не смогут они. Они смогут что-то вот только такое выдать, да, из своей жизни. И это будет круто для них. Потому что, да, Иоанн Креститель, он был крутой. Но Иисус про него сказал, ну, всякий, Иоанн Креститель говорит, был очень крутой, но всякий, меньше Божьем Царстве, больше его. Представляете, да? То есть, вот, это вот, ну, вот, о чем-то таком духовном. Поэтому Мария была молода, незрела, неопытна в духовных делах, но и задача перед дней стояла вот так вот, ну, вроде более, да, сложная поверить в что-то, что еще не происходило. И я, как бы, вот я и говорю, я и хочу вот это передать вам. С чем лучше жить своей христианской жизнью? Что мы не просто должны запараллеливать себя с Писанием и находить там подтверждение и думать, что вот, ну, вот нам достаточно вот этого. Мы должны поверить в некую вот эту мечту большую, что с нами что-то будет происходить такое, Бог нас хочет так вести, так использовать, как Он еще никогда никого не использовал. Скажи одни. Потому что мы думаем, что вера, это двигаться так же, как двигались наши отцы, например, духовные. Мы всегда туда вот возвращаемся. Мы когда организовываем свое богослужение, мы смотрим на то, как было тогда. А вот как было там и как практиковали там. Понимаете? или там иногда мы хотим в самое лучшее идти, это в Деяния апостолов, там, в Дне Пятидесятницы, думая, что пик духовности был там. А то, на самом деле, было младенчество и детство, самое начало, да, там было явлено, да, многие принципы, как принципы, но туда уже вернуться не получится. И вот я говорю, я это сравниваю именно с этим, да, что, да, для нас это вот такие, ну, моменты, но самое лучшее, это именно что-то, что еще не происходило, но написано в Писании. И такие вещи есть. Такие вещи есть, описанные в Евангелии от Иоанна, ой, в Откровении от Иоанна, да, где описывается вот эта слава последней церкви. И нас больше должно вот это быть вдохновлять. Потом Исайя, я говорил, там, с 58-й главы, по-моему, там, по 66-ю, есть очень много пророчеств, которые еще не сбылись. Которые еще не сбылись. Потому что там есть пророчества про Христа, есть еще какие-то пророчества, но есть пророчества не сбылись, которые, да, там говорят, что и они будут восстановителями развалин, восстановят основания там древних городов, застроят пустыни, да, то есть вот там, и там все так описывается, как о множестве, да, вот об этом плане Бога, который Бог хочет именно на земле явить через свою церковь, через людей, которые стали подобными Христу, вот с этим мышлением, с этим желанием и объединились, и сделали что-то. Вот, ну вот так я вижу. Поэтому, понимаете, мы должны остерегаться того, чтобы мы стали как бы вот такими достаточными описаниями, в том, как мы верим. Как вот в Захаре, мне достаточно описание знаю, я в пределе, я, но это не гарантировало ему веру. И он не смог поверить. Да, Иоанна Крестителя он родил, но как бы для меня есть такая тоже, я так спараллеливаю его, что вот он в своем неверии родил Иоанна Крестителя, который тоже в конце жизни в своем неверии был разочарован. Помните, он послал к Христу учеников, спросить, а ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого? И Иисус говорит, да, скажите ему то-то, то-то, что мертвые воскресают, это блажен, кто не усомнится о мне. Да? И мы понимаем, что вот Иоанн Креститель, он дрогнул в конце своей жизни, он дрогнул в своей вере, в вере в том, что кто он и для чего он пришел, да, в своих каких-то обстоятельствах, он стал смотреть на эти обстоятельства. Поэтому Библия его с одной стороны называет великим, а с другой стороны говорит, что всякий меньший в Божьем Царстве больше Иоанна Крестителя. Понимаете, и нам вот туда, нам к Марии, нам вот к этой вере, да, и теперь о том, что вот какие у нее были признаки веры. Она пошла, написано, с поспешностью собралась и тут же пошла смотреть Елизавету, как подтверждение, потому что Ангел сказал про Елизавету, она родила, да, то есть мы видим, что вера, она, как бы, тебя заставляет двигаться. Вера, она заставляет тебя искать эти подтверждения, и это вера. Понимаете или нет? То есть если ты готов искать подтверждение, если ты ищешь. Мне вот сегодня понравилось, мы ехали с Любой, с Ольгой в машине, и Люба прям про Ольгу говорит, Ольга прям вообще говорит, как младенец. С ней прям вот мы с ней урок провели, у нее, говорит, тут же на следующий день подтверждение по этому поводу. Урок провели у нее тут же, да? И я просто к тому, что действительно Бог, Он, ну, если мы ищем, если мы верим, если мы готовы, Он будет тебя осыпать этими подтверждениями. Он будет тебя, Он будет подтверждать твою веру, Он будет кормить твою веру. Просто будь к этому открыт. Желай этого увидеть. Понимаете? Она не осталась на месте, ну, потом как-нибудь узнаю у Елизаветы, там написано, она с поспешностью встала и побежала. Для чего? Для того, чтобы увидеть вот эту пузатую Елизавету, но для чего? Для того, чтобы самой внутренне утвердиться во всем том, что ей было сказано. Потому что ей было сказано нереальные вещи. Нереальные вещи. Ты, именно ты родишь того, которого ждет весь мир. Понимаете? И я сегодня пророчески вам говорю в церкви, что ты та церковь, которая рожает вот это откровение сынов Божьего. И ты думаешь, ну, кто я? Кто мы? Вот наше маленькое такое множество. Но я вам скажу, что меня увлекло вот во все то, что я делаю именно это. Один стих, как я говорил, начал жить во мне. Десятого с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Что вот оно время, оно сейчас, оно близко, оно предверяло. Что сейчас именно вот наша радость не в том, чтобы заботиться о чем-то о своем, в первую очередь. И вот радуйся тому, что что-то Бог для нас приготовил такое особенное. И что Он хочет нас вести именно так, как никогда никого не водил. Верьте в это. Ждите это. Я говорю, я в последнее время немного вот, ну, наслаждаюсь от этого. Я увидел, как вот, да, мы с одной стороны остались без прославления, да, без людей, которые, ну, я делился вот и с Оксаной, я говорю, а я ощущаю некую свободу, потому что, ну, просто как бы эти люди, они все время со мной боролись. Я это чувствовал, я как бы это знал, я хорошо к ним относился, и они вроде как ко мне хорошо относились. Знаете, вот этот, вот мы все пришли с каким-то определенным опытом. Знаете, один там мастер игры на гитаре, другой мастер петь, да, и все вот, ну, как бы, мастера, профессионалы, и все все знают. И ты уже, как бы, ну, а мне их нужно вот сказать, да, давайте вот что-то по-новому сделаем вот так, или вот так, или вот так. И это, возможно, часто трудно просто даже для них, и для меня трудно. И я лишний раз не буду что-то делать такое, что вот вот им, возможно, им и будет не принято там, или не понравится. Но вот я знал, что там мы остались как-то без них, и получается, что ни на кого надеяться, ни на кого чего-то ждать, и все, идешь, выходишь, берешь микрофон, молишься, прославляешь Бога, и даже вот то слово, которое я почувствовал, что оно идет в плане вот поклонения, насколько это важно, да, чтобы мы были, чтобы их поклонение раскрепощаемся. Что Бог хочет, чтобы мы умели молиться, желали молиться, да, возвышали свой голос, чтобы из нас текло. Потому что вот и именно как из церкви, понимаете, ни один человек, который тут достиг какого-то профессионализма, какого-то уровня, и он тут вот через него все льется. Я как бы вижу, что Бог нас как бы ведет как церковь для того, чтобы действительно явить что-то. Возможно, что-то, оно не то, чтобы что-то новое, да, но самое главное, чтобы Он нас вел, понимаете? Чтобы Он нас вел, чтобы мы не шли, вот говорю, глядя на ту церковь, которая была в девяностых, или в двухтысячных даже годах, или в коммунистические времена, потому что всегда придут, расскажут, вдохновят, как там было, как там было хорошо, какая была атмосфера, мы вот так вот делали, мы вот так вот делали. И, понимаете, вот за этим всем, ну, я сейчас вижу, как сами церкви, они гоняются за чем-то, вот только очень работают, за чем-то новеньким, да, за чем-то таким, да, то. А я просто верю, что у Бога есть что-то, что вот именно для тебя, именно твое, именно то, как Он никогда никого не вел, а вот Он и ждет для того, чтобы появились эти люди, которые будут слушать Его, которые будут способны родить именно, предоставить себя, да, как Мария, она предоставила себя и сказала, да, пускай сбудется все то, что ты мне сказал, я согласен. Хотя я не понимаю, у меня есть вопросы, но я говорю да. Вот, поэтому я говорю, что для меня очень важно именно пророчествовать вам в этом начало года, именно вот эти вещи, именно сравнивать опытного, духовного, Захарию как целое движение, да, и вот эту молодую, неопытную Марию, которая получает это слово, которая верит и которая рождает, да, и я говорю, что там, знаете, еще много времени пройдет, пока все это оформится, да, ведь не только важно родить, важно вырастить, как она это сделала, да, воспитать, довести до ума все, да, сохранить, кормить, и все это, да, и все это, знаете, хоть это вот какие-то великие вещи, да, вот она Христа рожает, она его расти, она живет, она складывает все, что происходит, написано с ней в своем сердце, хранит это, никому это толком не может с этим, представляете, вот она живет, я уже тоже когда-то об этом разговариваю, она живет, воспитывает Христа, Божьего Сына, и не может в реальности с кем-то об этом поделиться, кроме каких-то вот самых, может быть, близких людей, которые даже они наверняка говорят, ладно, потом расскажешь, ну вот она все равно живет и растит, растит, и пока, пока, пока не вырастет и не явит, да, и вот я говорю, что наша задача именно вот такая, как церковь, да, поверить, принять это семя, жить этой мечтой какой-то сумасшедшей, нереальной, да, повлиять на целый мир, да, что вот оно скоро начнется, да, но тем не менее, вот в этой обыденности, вот в этой суете много раз ты будешь видеть, что, а что у тебя такого, ну ничего такого, вот, да, ее сын ничем не отличался от детей других, понимаете, ничем, много раз, и, ну вот, вот такова, да, наша задача, как церковь, быть самая главная церковь, быть церковью, понимать, что мы церковь, понимать, что то, что мы носим, оно больше нас, оно важнее нас, оно важнее нашей жизни, наших каких-то там моментов, хотя много раз наша жизнь и наши моменты будут влиять на то, что мы носим, на то, что мы выращиваем, вот, но оно не должно с этим слиться, и мы не должны вот потерять эту веру, потому что вот однажды у нее началось, как вот, когда он начал действовать, помните? вот как раз мы говорили про Кану Галилейскую, где вот эта вода была превращена в вино, чудо, которое он сделал для своей матери, я бы так сказал, да, потому что она переживала, что нет вина, и когда она подошла к нему, он говорит, да что мне и тебе, жена, да, что мне до этого и тебе, не пришел еще час мой, она, мне так нравится, она даже, ну, не обратила на это внимания, просто слугом говорит, сделайте то, что он говорит, и все, и он сказал, ладно, водой наполните, и все, то есть, да, вот она, как бы, вот она даже, я бы так сказал, активировала его, да, вот в этом, вот, и вот для меня вот в этом всем есть многие символы, все, лезет из меня это, хотел это отдельной темой сделать, ну, наверное, скажу сейчас, помните, когда все должно произойти, есть такое определенное знамение времени, это третий день, Иисус сказал, что разрушьте храм сей, и я создам его в три дня, и там есть такое, да, как бы подтверждение, что сие говорил он не о храме том, но о теле своем, а тело его что? И это тоже относится, да, вот к этим, апостол Петр нам дает ключи, однажды, я верю, что это пророческие ключи, когда он говорит, что не думайте, что Бог медлит, но Бог сделает, и он говорит просто, у Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Мы можем сказать, что это метафорическая, да, какая-то метафора, которая до тысячи лет, десять тысяч лет, там, и так далее, но тем не менее, это было произнесено, и это, и это как бы было, и мы все, вот, и в Библии есть очень много интересных таких моментов именно про третий день, и сейчас третий день, почему? Потому что два дня уже прошло, две тысячи лет уже прошло, два дня уже прошло, и вот сейчас по библейским таким, самым таким прямым, железобетонным часам утра третьего дня, я бы даже сказал ночь, потому что по еврейскому времени исчезли, ну и у нас в принципе тоже день начинается с ночи, правильно, час это час ночи, да, то есть как бы вот день он начинается с ночи, с самого темного времени такого, да, вот это вот, Иисус воскрес на третий день, его тело, да, стало опять функционировать, на третий день все должно начаться, и вот это вот, кстати, если вы посмотрите, вы увидите очень много интересных моментов про третий день, знаете, когда было сделано чудо в Кане Галилейской, на третий день, понимаете, там идет такая история, что на другой день Иисус стоял там, на другой день Иоанн Креститель, там, Крестил показал Иисуса, и на другой день Иисус идет туда, и там все время используется такой другой день, другой день, но когда начинается история про Кану Галилейскую, там вдруг почему-то стоит на третий день был праздник в Кане Галилейской, и я, вот я говорю, я в такие вещи верю, как в пророческие вещи, потому что именно вот эта вот вода в вино, именно вот это вот последнее, да, лучше первого, да, то, что Бог сберег самое лучшее все на последнее время, на последний день, и это уже, ну, как бы все знают об этом, то, что вода превратится в вино, как бы уже теологи тоже все это говорят, что вот это вот и есть брачный пир, брачная вечеря, невеста и армица, да, церкви, когда он придет, когда будет вот этот брачный пир, на который мы позваны, где будет вот это вот вино уже, да, вино, радость, полнота Святого Духа, вот, и это все на третий день. Потом есть еще одно пророчество про Испирь, ну, как я это вижу, Испирь, она тоже, помните, она невеста, и она входила к царю, и там написано, на третий день она приготовила себя и вошла к царю. И это тоже, как бы, вот, да, такое вот пророчество, потому что она тоже символизирует именно то, во что мы верим, да, что, вот помните, да, она вошла для того, чтобы решить проблемы эти своего народа, да, чтобы вот побить этих врагов, да, и царь протянул ей свой скипетр, она действительно была готова. вот, ну, можно еще по три сказать, вот, женщина положила, когда про царство Божие говорится, что царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, да, тоже, мы можем тоже сравнить это с временем, в которое было вот это вот все заложено, вот, потом есть очень интересный тоже момент, если кто хочет поразбираться вот в этих пророчествах, это с кормлением, я не помню, скольки тысяч, но вот Иисус два раза кормил, один раз кормил, там пять тысяч, другой раз, там, ну, допустим, четыре тысячи кормил. И первый раз, когда Он кормил эти тысячи, там вот так интересно было, что собрали двенадцать коробов, было пять хлебов, и собрали двенадцать коробов. И вот эти короба, они были еврейские, названия. Когда второй раз Иисус кормил, там собрали семь, рыбы не помню, сколько было, собрали семь корзин, и вот это вот, ну, название, это уже было языческое. И вот, когда второй раз Он кормил, там было так сказано, что они уже, это, три дня они со мной были здесь, да, и это тоже, как вот, ну, такое пророчество, а именно вот втором, вот этому, да, раздаче, да, вот этого вот хлеба, потому что первая раздача хлеба, она была, как бы, евреем, пять, Тора, пятикнижий Моисея, двенадцать коробов, двенадцать апостолов, там, да, вот, ну, там очень много вот этих символизмов. То, что касается второго кормления, там идет цифра семь, по-моему, несколько раз, вот, семь пропитано, цифрой семь пропитано все откровение от Иоанна, вот, это вот будущее такие, да, я вам немножко просто накидываю, не хочу разбираться сейчас, но они все подтверждают. И давайте откроем оси. Шестая глава. И я нашел. Второй стих. Хотя можно вот с первого прочитать. Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить при лицом Его. Аминь. Да, и вот я говорю, что нам нужно об этом думать. Нам нужно думать о глобальном плане, независимо от того, что мы маленькие, у нас куча проблем и еще что-то. Но, да, кто такая была Мария, да, чтобы вот так вот именно ей дать носить Христа и выращивать Его. По логике человеческой никто и никак, но она поверила. Вот, поэтому верьте в это. Верьте в то, что вы не просто так на эту землю, что вы не просто призваны, но вы избраны. Избраны для чего-то особенного, для какой-то определенной миссии, для какой-то определенной работы, для какого-то определенного дела, которое сделать может только ты. Бог только через тебя может явить только то, что Он хочет явить. Вот. Потому что всегда остается эта альтернатива. Вот этот вот вопрос. Знаете, в чем заключалось вот это неверие? Иоанна Крестителя, как я верю, переданное Папой. А ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вот это вот и есть вот эта вот разница вот этой вот веры в сердце. Веришь ли ты, что, да, вот это вот, кто в сердце своем верует, что Бог воскресил Христа из мертвых? То есть, если я в целом как бы про это говорю, то мне верить не трудно, все верят, все, кого не спроси, на Пасху особенно. Иисус воскрес, воистину воскрес. Но касается ли это тебя лично? Ты для вечной жизни? Ты для плана Божьего? Или ты просто для какой-то вот временной суеты здесь? Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вот это вот вопрос Иоанна Крестителя. То есть Иоанн Креститель как бы показал, попытался так сказать, я в Боге не сомневаюсь, что Он даст Христа, в этом никто не сомневается. В этом не трудно не сомневаться, что это когда-то, где-то будет. Но он его спрашивает конкретно. Ты ли тот, который должен прийти? Или ждать нам другого? Знаете, вот это вот, или ждать нам другого? В это время это будет происходить? Или в какое-то другое время? Знаете, вот здесь вот мы должны отвечать на эти вопросы. Веришь ли ты? Хочешь ли ты в это верить или нет? Является ли твоя жизнь чем-то большим, чем просто вот какой-то песчинкой в этом миллиардном мире? И вот этот миллиардный мир, он хочет нас заставить верить в то, что никакой ценности, никакого смысла в твоей жизни нет. Ты слишком мелкий, ты никак не можешь повлиять на этот мир и на эту жизнь. И зачем тебе вообще об этом думать вообще? Но Христос не так думает. Мария не так думает. Вера не так думает. Аминь. У меня чуть получилось вас туда отправить, чтобы вы начали об этом размышлять. О чем-то превосходящем вас, уходящем немножко вперед за вашу жизнь, в будущее. Что это вот как-то вас касается. Да? Что если сердцем с вами веруешь, то Бог воскресил Христа из мертвых. Что это не просто его касается, это тебя касается. И ты призван стать не просто чуть-чуть похожим на него, а вот то, что Библия говорит, он стал первородным между многими братьями. Между такими же, как Бог. Вот нам туда. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok